Донецкая народная республика И считаю, что эта тема как раз и с Донецкой народной республикой годовщиной связана И на самом деле мы должны помнить свои корни, свою историю И для нас эта тема как никогда, наверное, актуальна Кроме того, глава государства рассказал о результатах переговоров с президентом Республики Южной Осетии Анатолием Бибиловым Который накануне посещал ДНР с рабочим визитом Было подготовлено ряд документов И сейчас на согласование будет удано в Народный совет Донецкой народной республики И в Народный совет Республики Южной Осетии Сотрудничество в военной отрасли И сотрудничество в банковской сфере Затронул глава республики и тему последнего обмена пленными Который состоялся в конце минувшего года Александр Захарченко напомнил, что украинская власть в очередной раз нарушила данный процесс Заявленное и президенту Путину, и патриарху Кириллу количество, которое было обговорено еще и с нами на встрече с патриархом и с свечем Ильичиком Количество людей удано не было, это первое Второй момент, считаю, что на сегодняшний момент основная задача наша вывести людей из того тяжелого состояния, которое у них находится Это, в первую очередь, психологическая поддержка А в будущем все необходимые документы, помощь, которая при получении этих документов нужна, будет оказана Также лидер ДНР рассказал о повышении социальных пособий и пенсий гражданам республики Прокомментировал Александр Захарченко и, пожалуй, один из самых главных вопросов Вызвавший ажиотаж на просторах интернета Выборы на пост главы государства и в Народный совет Приятно удивлен, что выборы в ДНР вызывают ажиотаж у некоторых известных блогеров Выборы будут в установленном законном порядке в 2018 году осенью Меняются они, я не продлеваю, Захарченко не продлевает себе срок на год Поэтому, пускай они там даже не сподавятся своей слюной Увеличивается срок следующих выборов То есть не на 4 года будет избираться глава ДНР, а на 5 И Захарченко идет на выборы в 2018 году Сергей Михайлов, Елина Чистякова, Новороссия ТВ